Здравствуйте, это видео-версия интернет-газеты красньюс.ком. Я журналист Дмитрий Полушин. Сегодня мы в гостях у красноярского политика, общественника, бизнесмена Владимира Владимировича Владимирова. Здравствуйте, Владимир Владимирович. Здравствуйте. Вы очень заметны в последнее время в интернете, на телевидении, в соцсетях. Недавно вас премировали в премии Фейсбука, как одного из самых заметных блогеров Красноярска. Вас замечают в Кировском районе, на правом берегу, где вы ездите по проблемным местам с инвалидами, общаетесь с пожилыми людьми. Что вас связывает с правом берега, с Кировским, с Ленинским, с Свердловским районом? Во-первых, спасибо за поздравления с этой победой в одной из номинаций премии Фейсбук, которую организовали ребята. И, в принципе, мне кажется, это нужное дело. Я родился на правом берегу, именно в Кировском районе в 61-м году. Мы живили с мамой вдвоем, потому что, к сожалению, папа от нас ушел по разным причинам, в том числе бытовые причины. Одно он выпивал, постоянно ездил на заработки. Раньше это называлось колым, постоянно где-то ездил, пытался заработать. Но в это время вот эти поездки, они, конечно, наложили определенный слой отпечаток на жизнь с мамой. Они развелись в итоге. Мы жили вдвоем на родине Краснодарской рабочей 77. Что это был за дом? Это был сталинский дом, так можно сказать, ну, тех времен. Там жила в основном элита, которая работала в речном порту, то есть руководство речного порта, который в то время работал на ура, принимали грузы, там жизнь кипела. Также я учился в школе номер 80, которая находилась именно возле этого речного порта. И школа эта была не так давно реконструирована. До этого времени, конечно, много-много лет не было реконструкции. Я, будучи депутатом, там побывал неоднократно. И, вы знаете, конечно, было печально смотреть, что много-много лет она была в таком же виде, ну, то есть изношена. И вот все-таки прошла реконструкция, сейчас школа выглядит совершенно иначе. Сколько времени вы прожили в Кировском районе, когда туда уехали? Ну, мало того, что я там сам жил, там жили мои родные, то есть моя бабушка, она жила на Паниковке, это по отцу, бабушка по отцу, она жила на Паниковке, и Паниковку эту снесли, я не знаю, как, я еще был маленький, снесли, сейчас на этом месте цирк, речку эту спрятали в трубы, и сейчас цирк там, ну, и другие строения. А тогда там были дома, был частный сектор, был цыганский район, и вот по одной из линий, я, наверное, все-таки цыган, потому что отец у меня, он пудрявый был, цыганенок, и у нас в родне есть, как бы, цыгане, театр Ромен, допустим, приезжал солист, солист, такая с нашей родня, и поэтому такая семейная тайна, и по одной из линий, так, потому что вторая линия, как бы, по линии мамы, родные живут в Манском районе, ну, жили, вернее, уже умерли, и они там приехали, кто-то с Украины, кто-то из Астраха, они во время голода бежали, но тем не менее, вот моя мама жила, где-то тоже со мной, в Кировском районе, она работала всегда, тоже в Кировском районе, в ПТУ, в 54-м, в 56-е, потом завод судостроительный, привела на завод, на судостроительный, я был учеником токаря, у героя соцтруда, сейчас помню, где-то, наверное, около года был учеником токаря, потом токарем работал недолго, одновременно я поступил в цветмет, после окончания школы на один из факультетов, связанный с цветными металлами, но судьба сложилась так, что мои знакомые, друзья, меня как-то позвали, пригласили в ресторан, Красноярский ресторан, был новый ресторан шикарный, позвали поработать официантом. Знаете, мне это понравилось, и получилось так, что все-таки, моей судьбой в итоге стало, значит, общественное питание и торговля, потому что я работал в общественном питании и в торговле, я работал и официантом, и барменом, и руководителем, и в торговле работал заведующим отделов, и универсамов, и в итоге моя жизнь потом, кстати, вылилась в такой бизнес, который тоже связан с торговлей и с общепитом, то есть кафе, рестораны. Вы знаете, самое интересное, спортом начал заниматься я тоже в Кировском районе. На судостроительном заводе я ходил в секцию борьбы, борьбой занимался, потом я занимался коньками, тоже был такой стадион водник, сейчас там его ликвидировали, построили опять жилые дома, вот я не понимаю, наверное, не нужен все-таки для детей стадион, который можно было реконструировать, и потом занимался боксом в цветмете, там есть такой спортзал, и в этом спортзале я с коллегами, с друзьями занимался боксом, и в принципе там боксерская школа до сих пор работает, она очень сильная. Владимир Владимирович, мы видим сегодня в каком состоянии правый берег, мы видим Красраб, Лавилово, мы видим другие улицы, мы видим цирк, мы видим предприятия, которые, к сожалению, или еле влачат существование, или закрыты. А каким был Кировский район и правый берег в годы вашего детства и юношества? Потом, уже будучи как бы женатым, с супругой, мы уехали в Сочи, я увозил детей в свое время от наших выбросов, которые, бывает, вы знаете, что невозможно дышать бывает, я вот увозил, и в итоге все-таки принял решение вернуться, потому что я пасковал, и часто мне снился наш двор, Красраб 77, соседние дворы, где мы провели все детство, там были коробки, футбольные поля, сейчас, к сожалению, многое не сохранилось, застроили, или как-то, или в плохом виде, ну, там есть, как бы, некоторые обновленные коробки, и возрожденные буквально недавно, там, по разным программам, это, конечно, радует, но не так давно меня снимала телекомпания BBC Великобритании, я не знаю, почему, они выбрали меня, и они мне позвонили, говорят, вот мы снимаем фильм про Сибирь, про Сибирь, и вот в городе Краснодарский мы хотим вас сделать главным героем, я, конечно, удивился, я говорю, ну, спасибо, я говорю, что нужно ничего, просто проедем по городу, расскажете, где жили, там, покажете свой дом, двор, там, и так далее, и места городские, и, знаете, мы с ними приехали в наш двор, вот, на проспект Краснодарский, рабочий 77, снимали там, было приятно, что очень многие вышли, там, меня помнят, тем более, я часто мелькаю на экранах, потому что такой человек всегда где-то либо на спортивных соревнованиях с флагом, либо депутат, либо какая-то другая общественная деятельность, потому что я не могу спокойно сидеть. Я увидел, конечно, двор, который был с моего детства, то есть, кроме того, что там построили пятиэтажку, а там все было, ну, с 60-х, 70-х годов, заборчики там, все, 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 вот мы там снимали, ну, стыдно было, конечно, но снимали, сняли, хоть походили по соседним дворам, прошлись, там, эти павильонов понагородили, было, конечно, стыдно лужи, ямы, мусор, потом я в соцсетях об этом написал, что стыдно было, что приехал, и, вы знаете, мне потом звонит глава района, который был один из главных, и он мне говорит, Владимир Владимирович, вы зайдите сейчас в двор, я заехал, был в шоке, конечно, двор сделали, то есть, вот они по моим, как бы, комментариям в социальных сетях, когда я публикал, после их прочитали, и сделали благоустройство двора, было, конечно, очень приятно, там, заменили, все практически, заменили, асфальт положили, заборы новые поставили, но со временем, конечно, он выглядит совершенно по-другому, но тоска вот эта вот по, именно по правому берегу, меня вынудил написать даже песню, написал песню, стихи, вначале, потом песню, у меня есть несколько дисков, два я издал, третий диск так я и не издал, но вот в одном из них есть как раз песня о Красноярске, где именно вот про заводы, про наши, которые, к сожалению, все сейчас тоской ходим по этим заброшенным заводам, знаете, ну, у меня просто сердце развивается, и так жалко, потому что я вот был, когда членом общественного совета в гор УВД, и за мной был закреплен Ленинский район, 8-й отдел полиции, это черемушки, энергетики, я приезжаю как-то туда, и в выходной день все пьяные, знаете, я с ребятами, ребята, почему, почему пьете? Они говорят, а вы знаете, работать негде, заводы все закрыли, работать негде, работаем день, на Красноярске сработаем, нас обманывают, не платят, на стройке где-то работаем, обманывают ним, ну, это вообще, мне кажется, беспредел, потому что вот такое вот именно безобразие с этими крупными предприятиями, оно и вынуждает людей в какие-то такие меры, потому что люди не могут найти себя. У меня, к сожалению, тоже был такой период в жизни, но, слава Богу, я встретил свою любовь, свою супругу, и я какой-то период тоже выпивал, я бросил, я 20 с лишним лет вообще не пил, и просто забыл это, это, мне кажется, очень приятно, когда есть кто-то рядом, какая-то любовь, какое-то любимое дело. Расскажите о своей семье, о супруге. Свою супругу я встретил, ну, совершенно случайно, тоже встретил в Кировском районе, она тоже из Кировского района, тесть, слава Богу, до сих пор жив, живет тоже в Кировском районе, Краснодарский рабочий 106, она училась в 8-й школе, я 80-й, но у нас небольшая разница, встретил совершенно случайно, мы отметили Новый год, это был, если не соврать, по-моему, 90-й год, и так мы остались, вот и живем уже с 90-го года, уже много-много лет, душа в душу, у нас трое детей, двое взрослых, которые уже, в принципе, в очередь в школе, уже учились, в том числе и за границей, сейчас работают здесь, и маленькая доченька, которая нас радует, она учится в школе пока, но надеемся, что она все-таки будет с нами жить именно в нашем временном городе Красноярске. Владимир Владимирович, в политике Вы оказались не самостоятельно, если уж говорить прямым текстом, а вместе с таким крепким, уважаемым политиком, как Анатолий Быков, и по знаменям Анатолия Быкова Вы прошли в городской совет, расскажите о том времени. Я благодарен Анатолию Быкову, что именно он, люди из его команды, смогли меня убедить все-таки пойти и стать депутатом, почему? Потому что до этого у меня были предложения, потому что я человек активный, я поддерживал спорт, поддерживал всевозможные благотворительные вещи, которые происходили в городе, потому что бизнес, в принципе, позволял, были на то возможности, я в том числе зарегистрировал свой фонд, называется «Сибирь – большая семья», и он, в принципе, активно работал до вот этих событий, там, 14-го года, когда, к сожалению, произошел очередной кризис. И вот я пошел с Анатолием Быковым, потому что я увидел в нем, все-таки, такого, скажем, последовательного человека и человека с убеждениями, с определенными убеждениями, человек, который все-таки переживает за страну, за край и за город, которых людей таковы, к сожалению, очень мало. То есть люди, многие чиновники, они двуличные, как бы, одна власть, они с одной властью, другая власть с другой властью. Вы сами видите, что произошло, как бы, с нашими предприятиями, что происходит там с черным небом, что происходит именно с теми вещами, что называется, социальная ответственность крупных предприятий, когда вот Анатолий Тович рассказывал, что в свое время там были закреплены куча предприятий, всевозможных, именно социальных, а потом именно пришел современный бизнес, который от всего этого отказался, поступления в бюджет уменьшились в разы, и, ну, мне кажется, куда это годится. И это, к сожалению, очень плохо сказывается именно на наш город, именно если мы говорим о нашем городе, на Красноярцев, а хуже всего сказывается на правый берег, именно на правый берег. Почему? Это рабочий район. Потому что я, когда был депутатом, я сразу Агбулатов тогда был, ну, Агбулатов, я сразу сказал, давайте больше обращать внимание на правый берег, что мы все центры вылизываем. Почему? Потому что, я говорю, когда побегал, членов сейчас Совета, я посмотрел, в каком состоянии находится у нас правый берег, конечно, было возмутительно. То есть реклама, там, павильонами все, грязь, дворы не ремонтированы там десятки лет. Владимир Владимирович, осенью 2018 года закончился депутатский срок у прежнего созыва Горсовета. Вы, насколько я вижу, продолжаете быть активным в общественном политическом пространстве и ездите по окраинам, по правому берегу, общаетесь с разными совершенно людьми из разных слоев. Это и учителя, бюджетники, и любые посетители ДК Кировский, это и люди обездоленные, и люди душевно больные, и люди с проблемами ЖКХ, с аварийным жильем. То есть кого только нет, среди тех, с кем вы общаетесь. Загибая пальцы, вы можете назвать сегодняшние проблемы правобережья Кировского района, Свердловского, Ленинского? Если мы говорим про правый берег, я могу сказать, что я участвовал в выборах еще в Государственную Думу, где во время этих выборов в 2016 году я проехал на велосипеде, что было, конечно, оригинально, потому что я пешком, наверное, не смог бы все обойти. На велосипеде я проехал все дворы, Свердловского, Кировского, и немного не успел побывать во всех дворах Ленинского района, именно там, в Черемочке, и просто не хватило времени, трех месяцев борьбы, скажем. То есть ее можно назвать борьбой, почему? Потому что, к сожалению, административный ресурс партии власти и вот этот поставленный задач властью, когда нужно пропихнуть своего человека именно от партии власти, он, конечно, работает неумолимо, перемалывает практически любого претендента, и, конечно, с этим бороться очень сложно. Я увидел эти проблемы, они сейчас, вот мы ходим, они практически не изменились. Хорошо, что есть какие-то некоторые потуги, которые связаны были с универсиадой, именно на Красноярском рабочем, то есть такие, грубо говоря, знаковые места, где могли бы там поехать иностранные туристы, есть какие-то изменения, там, обрезанные деревья, где-то поменяли брусчатку, бордюр, там, заасфальтировали, что-то разобрали, автостоянки разобрали, там, где-то парки благоустроили, есть, это я не скрою, это хорошо. На Свердловской немножко благоустроили дома. Да, немного благоустроили на Свердловской, там есть рынок, который выглядит не очень, надо что-то с ним делать, сейчас там идет война, если мы говорим о Свердловской. Если мы говорим о Свердловской, там тоже есть рынок, где нужно тоже приводить его в порядок, тоже он выглядит как бы не очень хорошо. Трамвайные пути и дома аварийные, которых очень много. Вот мы сейчас проехали, я был просто в шоке, сколько там аварийных домов, потому что мы планируем одну из передач, сделать посвященную этим аварийным домам. А почему я проехал? Почему? Потому что мы создали общественный совет именно по смыслу ветхого жилья аварийного. И эта программа, которая, к сожалению, я думаю, в связи с тем, что все-таки бюджет немного у нас хромает, сборный бюджет, она может как-то корректироваться. И проблем просто куча, вот именно связанных с благоустройством. Почему? Потому что от благоустройства, от того, как все-таки выглядит двор, как выглядят улицы, очень сильно зависит настроение людей. Чтобы люди не впадали в депрессию, и тупо там не ходили в эти ларьки, покупали алкоголь и пили там безбожно. К самому утра, потому что вот мы были на одном выезде, это была полно среда, и представляете, в 10 часов утра уже идут ребята уже пьяные, друг друга тащат. Вот здесь нужно заниматься. Люди бы, конечно, не пили. Если бы была работа и не было какого-то состояния, ну, депрессивного состояния, просто внешнего вида вокруг, то есть района, место, где они живут. А вот последний наш выезд, где бабушка, там вообще заброшенный микрорайон, и он, я не знаю, там с каких годов, там все деревянное, там спичка, я думаю, чиркнется, и там все сгорит. Сколько можно так? Не Россия, русские идут. Старые люди говорят, продали Россию. Я в 57-м году приехала, была Россия, а теперь ее нету. Мне говорят, если бы я с Украины приехала или с Сирии, мне бы помогли. Меня даже к Марву не пускают, чтобы я к нему зашел. О как! Две ведь лет водоканал топил, пока вот тут весь поселок два раза не собрали, пока мой дом изгнил совсем. Я говорю о поселке Монтажников, где довольно много домов, и там мало того, что все дома в ужасном виде, там просто возможен пожар в любой момент, а там еще есть водопровод, который когда-то, вот эти вот люди, которые там живут, смогли, когда они имели работу, смогли как бы своими силами заплатить, там построить, ну, видать, там брокодилов плохо сделали, этот водопровод, и вот сейчас все сгнило, и там подтапливают многих, некоторых, потом бабушку точно, по-моему, еще там есть подтопление, а власть и город не берет на свой баланс эти, как бы, это же частное, а у людей нет денег, чтобы там что-то сделать, заплатить, за ремонт, за замену труб, там, может быть, новые какие-то, нужно ставить кольца, вот эти колодцы, так называемые, и вот мы там бьемся, не знаю, получится или нет. Меня бесит даже то, что какие-то двойные стандарты, когда мы своим людям не можем сделать, там проложить какой-то там небольшой участок дороги, заменить трубы за счет города, скажем так, а в то же время, каким-то предприятиям непонятным, для кого-то делают все быстро, грубо говоря, качественно, то есть это, ну, на самом деле, качественно, ну, допустим, дорога та же скандальная, помните, Бавроволка прокладывали, изкостроили, в принципе, частные предприятия и многие другие, и это все было сделано, естественно, за счет государства, то есть за счет наших налогов, а для людей ничего, и это, конечно, меня очень, ну, беспокоит и расстраивает. А людям говорят, платите сами, вот, сбрасывайтесь типа и платите. А там бабушка 80 лет, никого уже нет, всех похоронила, рядом соседи тоже малоимущие, потому что по ним видно, выходят тоже старики, которые, в принципе, я думаю, отработали на предприятиях много-много лет на наших предприятиях, которые были, когда-то работали, потому что нельзя этот же поселок назвать, монтажников. На днях мы там организовали совещание, именно вот в этом поселке монтажникам, именно возле этого злополучного дома, которое, как оказалось, топит уже больше 20 лет, то есть больше 20 лет бабушка бьется, входит там, пороги обивает. Всех уже начальников по имени, фамилии, отчества помнят, и где они работали, куда перемещались, что удивительно. И вот стоят эти чиновники, стоит представитель водоканала бывшего, сейчас краском называется, вот они опустили в глаза, в землю, смотрят в землю и говорят, пусть платят, пусть платят, это же частное. Я говорю, а как они платить будут? У людей нет денег, нет денег, давайте им поможем, потому что такой категории надо помогать, потому что где-то мы бросаем эти деньги на ветер, но я не буду говорить универсиада, может быть, это и нужная вещь, потому что у нее что-то останется, но в большей степени нам, конечно, я думаю, тоже как бы деньги пошли, и сейчас будет вопрос, как все-таки все эксплуатировать, потому что потрачено довольно много денег. А на эти деньги, что мы, допустим, провели тоже универсиаду, мы могли бы, в принципе, я думаю, расселить все наши аварийные дома, плюс благоустроить Кировский район. Полностью, я думаю, это бы уплотило, а то и весь Правый берег. И задача мэра, я думаю, все-таки постараться благоустроить окраины. Это Правый берег, ну и окраина, конечно, левого берега. Есть там зеленаручные, там жил, тоже снимал квартиру, есть где работать. Правый берег нуждается в рабочих местах, в новых предприятиях. Вот, что касается лично вас, у вас в лучшие годы было много предприятий, кафе, ресторанов. Сегодня на Правом берегу что-то работает? Вы знаете, наша сеть была, в том числе и на Правом берегу. И сейчас там работают несколько наших предприятий, кафе и ресторанов. Они общеизвестны, я думаю, многие жители Правого берега там побывали, потому что, в принципе, они славятся своей кухней, своим гостеприимством, недорогими ценами. И вот эти предприятия, за которые, в принципе, мне не стыдно, которыми я горжусь. Там работает довольно много людей, потому что любое предприятие, связанное с общественным питанием, штатное расписание, примерно численность 50 человек и выше, потому что там и повара, и официанты, и другие работники, которые обеспечивают бесперебойную работу этого заведения. И, безусловно, процветание района, процветание Правого берега и в целом, конечно, города, это не только малый бизнес, который нужно развивать. Это и кафе, и рестораны, там очень большой спектр малого бизнеса. И во всем мире более 90% малого бизнеса – это сфера уступ. К сожалению, или, может быть, к счастью, на самом деле, это довольно интересная работа. И очень небольшой процент малый бизнес, который работает для большого бизнеса. там делают эти детали, это есть тоже. И поэтому все-таки важно, чтобы кроме малого бизнеса на Правом берегу появился большой бизнес, какие-то крупные предприятия. Сердце в крови обливается, когда едешь и смотришь по территории судостроительного завода. Был завод, я там вроде работал не так давно, вот оно рядом было, выпускали продукцию, многотысячный коллектив, сейчас построили дома, там частично остались, не знаю, что вроде бы хотят что-то возродить, или для севера делать какие-то суда. Не знаю, насколько это получится. И сегодня территория завода выглядит, как какое-то кладбище кораблей. Представляете, люди там проработавшие много лет и те же корабли, которые много-много лет служили, они, конечно, выглядят просто уже на списание, как говорится. И чтобы купить какое-то новое судно, речники стоят на коленях перед властью, чтобы им это судно купили, потому что им хочется, чтобы все-таки по нашей великой реке не все ходили хорошие суда, чтобы работали как прежде. Тот же речной порт работал, как прежде. Но вот эта беда, и она, к сожалению, всеобщая, потому что кроме судно-строительного завода, посмотрите Септишмаш, посмотрите тот же шелковый комбинат, что сейчас там сплошной торговый центр и как он выглядит, и многие другие предприятия. Конечно, это нужно возрождать. Другого пути, я вижу, у нашего города нет. Город промышленный, но кроме промышленности, которую мы хотим возрождать, ее нужно возрождать, нужно следить также за самим городом, чтобы он выглядел презентабельно. Важно, чтобы работали предприятия, чтобы наполнялся бюджет, чтобы были отремонтированы дороги, отремонтированы фасады, чтобы были новые дворы, которые, к сожалению, сделаны очень-очень давно, и важно сейчас применять все-таки новые технологии, то есть новые знания, тех же ландшафтных дизайнеров, чтобы дворы были современные, выглядели очень современно и красиво, и в них было комфортно жить. И это, на самом деле, вопрос не только денег, но и приоритетов. Хочется, чтобы власть обратила внимание на окраины, которыми нужно заниматься, и заниматься нужно ежедневно, ежесекундно, иначе будет поздно. Очень хочется, чтобы наш правый берег, Кировский район, Свердловский, Ленинский, все-таки возродились, чтобы там кипела жизнь, работали предприятия, все было благоустроено, чтобы там появились какие-то объекты культурные, не только там, допустим, сейчас хорошо построили хоккейный стадион, реконструировали такой, прекрасный стадион получился. Да и просто хочется, чтобы люди были счастливы, когда приходишь в любой двор, чтобы не вопросами, они там и проблемами делились, а делились своим счастьем. Редактор субтитров А.Семкин